Как вы, наверное, знаете, после начала контртеррористической операции вооруженных сил России на Украине российский бизнесмен Роман Абрамович попал под жесткие санкции и был вынужден в срочном порядке избавляться от своих английских активов, включая футбольный клуб «Челси». А 10 марта ведущие английские таблоиды разразились гневными заголовками «Братья по крови», «Кровь на их руках», «Его руки в крови», В этих статьях английские журналисты распекают Абрамовича и его брата по крови президента Путина как последних извергов рода человеческого, которые больше, чем кто-либо, замазали себя кровью. Знаете, друзья, когда я вижу слова «Англия» и «Кровь» рядом, я вижу идеальную симметрию. Кровь и Англия — это как Чук и Гек, как Том и Джерри, как Ромео и Джульетта. Кровь и Англия — это неразрывно связанные друг с другом вещи. Любой человек, маломальски знакомый с историческими друдами, на вопрос «А кто действительно за всю историю человечества убил больше всего представителей этого самого человечества», с легкостью ответит «Это, конечно же, англичане». Нет и не было более кровожадной и надо отдать должное более эффективной в своей кровожадности империи. Это не каждый сможет так четко и выгодно для себя убивать. Недаром Адольф Алоизович Гитлер так восхищался умением англичан истреблять колонизированные народы, устраивать геноциды и нещадно эксплуатировать порабощенных. Англия на протяжении нескольких веков осуществляла масштабный геноцид ирландцев, включая ирландский голодомор середины 19 века, унесший несколько миллионов жизней, или, скажем, 10 миллиончиков замученных голодом бенгальцев в 18 веке, столько же в 19 веке, затем уже, внимание, в 20 веке. Да, друзья, вы, наверное, не знали, что в 1942-1943 годов британцы вывезли у бенгальцев весь урожай зерна, и 3 миллиона бенгальцев умерли мучительной смертью от голода. Может быть, стоит напомнить о 60 миллионах индийцев, погибших от рук англичан в период колонизации. А что такого, они же звери, сказал как-то кумир западного мира, светлоликий, святой канонизированный Уинстон Черчилль. Можно вспомнить про опиумные войны в Китае, где вообще невозможно посчитать количество убитых, так как англичане посадили на опиум целое поколение китайцев, и там до сих пор работают прибрежные бары с этим опиумом. И там тоже минимум десятки, а может и сотни миллионов загубленных душ. Впрочем, англичане считают, что у китайцев и вообще у азиатов души как таковой нет. Я уже молчу про десятки миллионов убитых коренных жителей Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии. Я уже не говорю о миллионах, а может и десятках миллионах, обращенных в рабство и убитых чернокожих жителях Африки. Я не буду говорить про мерзкую, отвратительную англо-бурскую войну. Я не буду говорить про геноцид кельтов, валийцев, шотландцев, про геноцид французов во время Столетней войны. Так у кого там руки по локоть в крови? Наглые, бессовестные, отвратительные лицемеры. Друзья, зайдите прямо сейчас на сайт Mirror. Посмотрите, что они там пишут. Геббельс отдыхает. И так было всегда. Сидя на своем проклятом острове, они только и делали, что стравливали континентальные народы. И не надо говорить, что такова жизнь, кто сильнее, тот и прав, что любой делал бы то же самое на их месте. Нет, друзья, не любой. Голландцы вот, например, раньше начали плавать. Раньше, чем англичане. И никогда не отличались такой жестокостью, как они. Знаете, когда наши толстосумы стали массово переезжать в Англию, Абрамовичи, Фридманы, Усмановы вошли в списки самых богатых жителей Туманного Альбиона. Я помню, думал, неужели они так спокойно за свои капиталы? Все-таки чужая страна, чужая, веками враждебная цивилизация. Видимо, нет, не боялись. И получили по заслугам. Абрамович поднял не только Челси, но и всю английскую лигу. Это ведь с него начался ее современный расцвет. Но цели не достиг. Не стал Роман Аркадьевич частью английского истеблишмента. Ну ничего, не велика потеря. Роман Аркадьевичу принадлежит весь мир. Ну, не весь, конечно, уже, без его западной части. А вот Англии мир действительно принадлежит весь, полностью. Во всех уголках мира у них свои углы. И в этих темных углах стоят виселицы, на которых вздернут любого, кто посмеет сказать слово против английской короны. Несчастные, замученные народы Америки, Африки, Индии, Китая знают это. И поверьте, те же китайцы со своей пяти тысячелетней историей, китайцы, которые никогда ничего не забывают, они еще спросят с них за это. И это будет справедливо. Дай бог дожить до этого, друзья. Дай бог дожить до этого.